Спаржевая фасоль – лучший сорта. Многие огородники не представляют себе дачный участок без представителей семейства бобовых. К таким относятся и спаржевая фасоль. Сегодня существует достаточно широкий выбор сортов. Значит, делая выбор, следует внимательнее изучать особенности продукции и выращивания. Обратите внимание, предпочтительнее всего размещать культуру на солнечной части огорода, защищенной от северных ветров. Почва должна быть плодородной, рыхлой. Желательно, чтобы предшественниками фасоли были посленовые, разновидности капусты, корнеплода или огурцы. Описание и культуры Прежде, чем сажать культуру осенью, следует подготовить грунт, внести перегной, хлористый калий, суперфосфаты. При посадке кустовых сортов лунки располагают по принципу шахматной доски или в рядок. Чтобы вырастить вьющиеся виды, нужно заранее оборудовать опору. Интересно, фасолью считают однолетние растения, которые дает бобовый стручок. Стебель культуры травообразный, со стелящимися боковыми побегами. Корни фасоли стержнеобразные, способны достигать глубины в один метр. Для них характерно наличие большого количества клубенков. Лиственная часть троечатая, объемная, насыщенного зеленого цвета, яйцевидная по форме. Период цветения характеризуется появлением красивых цветочков с пяти у лепестками. А крас цветения может меняться, в зависимости от сортовых особенностей, может быть розовым, белым или фиолетовым. Такая характеристика позволяет использовать культуру для декорирования усадеб. Лиственная часть при учете сортовых особенностей растений отличаться размерами, цветом и формой могут и бобовые плоды. Распространенными считаются корта с зеленой, фиолетовой, синий, белой, желтой, красной и розовой фасолью. Ее размеры могут варьироваться от 6 до 15 сантиметров. Один стручок может содержать от 3 до 7 штата. Семен, плоды бобовых считаются лидерами по питательности в большей мере, благодаря богатому и полезному составу. Большое количество белка в составе позволяет полноценно заменить мясо в рационе. Отсутствие жесткого волокна и нежной мякоть – это то, чем отличаются спаржи от стручковой фасоли. При этом спаржевая и стручковая фасоль имеют отличие в длине стручка, его твердая часть хорошо защищает от насекомых и прочих внешних факторов. Спаржевая и стручковая фасоль Спаржевая фасоль родом из тропической Южной Америки. Далее выращивание культуры началось в Китае, постепенно фасоль спаржи распространилась по всему миру. Популярна посадка кустовой полувьющейся и вьющейся разновидности спаржевой культуры. Кустовая разновидность имеет побеги длиной от 25 до 45 сантиметров. В большей части этот фасолевый вид относится к ранним, дающим урожай лишь однократно. Для полувьющихся характерная длина побегов 1-1,5 метра, у вьющихся – от 2 до 5 метров. По отношению к кустовым сортам разница в урожае колоссальная, потому как необходимо больше усилий для выращивания и правильный уход. Таким растениям нужна опора, чтобы виться. Для экономии места в открытом грунте их часто сажают между кукурузой и подсолнухами. Спаржевая фасоль может свести белыми кремовыми либо фиолетовыми цветами. Стручок – узкая продолговатая цилиндрической форма или сплюснутая оболочка, в которой созревают и хранятся плоды. Плод растения – боб, который может быть овощным, нет пергаментных слоев, жестких волокон, используется как продукт питания и полуовощным. Состоит из грубых волокон, сажается на приготовление кормовых смесей для животных. Каждый корт может отличаться формой плодов – прямые, изогнутые, серповидные, саблевидные. Семенной материал крупный – почковидный, их схожесть может сохраняться от 2 до 4 лет. Культура относится к теплолюбивым самопыляющимся растениям, что делает Сибирь неподходящим для ее выращивания регионом. Любит короткий день. Формирование плодов начинается при световом дне и более 12 часов. Это значит, что в весеннее время лучше высадить кустовой вид, быстро плодящий. В июне лучше начинать высадку сортов с высокой урожайностью. Формирование плодов сорта. Сегодня на рынках большое разнообразие обычных и гибридных сортов споржевой фасоли. Их особенность – в нежных, сочных стручках, которые могут иметь ровную цилиндрическую форму. Стабильно плодоносящие сорта подходят для выращивания почти во всех климатических условиях. Среди популярных сортов выделяют следующие. Аленка относится к среднеспелому виду. На созревание необходимо 80 дней. Плоды плоские, слегка выгнуты, зеленого цвета. Длина стручков не больше 15 сантиметров. Высокоурожайный сорт подходит для приготовления в домашних условиях консервирования и заморозки. Относится к теплолюбивым растениям, поэтому высеивать имя можно, когда земля достаточно прогреется в мае-июне. Схема посадки 50 на 15 см. Необходимая глубина – несколько сантиметров. Алюр – ранеспелый овощ. От появления всходов до полной зрелости проходит не больше 60 дней кустового вида. Кустики невысокие – около 40 см, компактные, со средней ветвистостью. Плоды узкие – 13 см, темного-зеленого цвета. Калорийность овощей позволяет заменить мясо, к тому же намного полезнее и питательнее продуктов животного происхождения. Особенно полюбили и сорт Урал и Подмосковье. Большая часть продуктов замораживается или консервируется после используется для укрепления организма, когда зима и морозы особенно угнетают. Алюрбимоль – средний ранний сорт, растущий кустом. Плоды имеют светло-фиолетовый окрас. Растение неприхотливо в условиях содержания. Блюхельда – выносливый сорт, выведенный немецкими селекционерами. Побеги лианообразные, стручки и себель насыщенного темно-фиолетового цвета. Овощной урожай может быть сахарным и полусахарным. По сути, фасоль универсальная может использоваться для употребления в ежедневные рационы на зерно. Весь период созревания может длиться до 90 дней. Спаржевая вигна – полезность овощей не на грамм не меньше, чем у рыбных продуктов. Однолетние растения, для посадки которого сгодятся любая дача и приусадебная территория. Нередко используется для украшения участков. Плод цилиндрической формы может быть сплюснутым, мечеобразным. Используется исключительно для приготовления полезных блюд. Спаржевая вигна герд привлекает внимание ярко-желтым окрасом созревших бобов. Сорт приносит мягкие, сочные овощи, не теряющие свою полезность даже при различной обработке. Золотой нектар – ранеспелый вьющийся вид, приносящий колоссальные урожаи. Высота кустов может увеличиваться до 4 метров, поэтому наличие опоры – обязательное условие. Зерно культуры достаточно крупное, длиной в 20-25 сантиметров, яркого-желтого цвета. Высаживать начинают в конце мая по стандартной схеме. Ценится сорт за максимальный урожай при размещении на малых территориях. Лаура относится к среднеспелым видам. Вегетационный период длится от 45 до 50 дней. Спаржевые кусты прочные, компактные. Максимальная высота кустиков – 42 сантиметра. Стручки золотисто-желтого окраса – мясистый, длиной не более 13 сантиметров. Семя белого цвета может использоваться для консервации и заморозки. Отличается стойкостью к засухам. Лаура Матильда высевается в конце мая на глубину не более 5 сантиметров. Растение, вьющееся, нуждается в опоре, длина побегов обычно достигает 3 метров. Бобы прямые, длиной 20 сантиметров, плоские, фиолетового цвета. Серенгити – сорт средней спелости. На созревание необходимы около 55 дней. Сорт кустообразный, мощный, растущий в высоту до 50 сантиметров. Плод слабоизогнутый, темно-зеленого цвета, заостренный верхушкой. Отличается стойкостью к болезням и вредителям. Хильда – раннеспелая синяя испаржа. Вегетационное время – 50 дней. Кустообразный вид – самоопыляющийся. Отличается высокой урожайностью, любит тепло, что позволяет сажать ее на любом открытом участке. Плоды используются для готовки различных блюд и консервации. Хильда также отдельно следует рассмотреть гибридную спаржевую фасоль, а лучшие сорта для открытого грунта. Бона известен не один. Рецепт консервирования бобов, при которых зерно сохраняет твердость. Стручки среднего размера – 13 сантиметров восточной долготыну, светлого зеленого цвета, слегка округлые по форме. Бобы белые. Растение среднеспелое, до 70 дней длится вегетационный период, небольшое – 26 сантиметров в высоту. Фатима – вьющийся вид, с длиной побегов до 3 метров. Среднеспелый, со средними показателями урожайности – пантера. Растение отличается высокими урожаями и средними сроками их созревания. Стручки желтые, с белым семенем, победитель ценен не только как пищевой продукт. Во время цветения вьющиеся растения распускают много ярких красных цветочков, которые обильно покрывают побеги. Все это может выглядеть как декоративное растение, поскольку цветение продолжается на протяжении длительного периода, победитель чайрадейка. Время, необходимое на созревание – до 50 дней. Хорошо переносит засуху и снижение температуры воздуха. Отличается иммунитетом против заболеваний и вредителей – масляный король, высотоурожайный, среднеспелый сорт, имеющий длинные желтые стручки до 25 сантиметров. Растет кустами, отличается вкусовыми качествами – королевский пурпурный кустовой растение, которое нередко используется в декоративных. В целях привлекает внимание интересным нежным вкусом. Название появилось, благодаря наличию розово-белых полос, с виду напоминающих окрасть тигра. Свойства культуры Первым предназначением спаржевых бобовых растений считалось украшение участков. Далее, исследуя продукт, бобы начали применять в кулинарии. Еще с древних времен Клеопатра измельченные бобовые зерна использовались в косметологии, благодаря полезному составу. Украшение участков спаржевой фасолью В состав фасолевых стручков входят каротин, аскорбиновая и никотиновая кислоты, токоферолом, витамины группы, фолиевая кислота, железо, магний, хром, цинк, фосфор, много кальция, медь, сера. Также в состав фасоли входит много других полезных микроэлементов, необходимых для нормализации обменных процессов и поддержания здоровья всего организма. Особо ценным считается наличие быстро усвояемых белков и сложных углеродов. Благодаря наличию большого количества клетчатки считается ценным диетическим продуктом. Важно! Растение не способно впитывать вредные вещества из окружающей среды, что делает плоды безопасными для здоровья. Микроэлементы способствуют очистке организма от кишечных инфекций, повышают иммунитет против внешних возбудителей. Фасоль показана людям, страдающим от травматизма, бранхит и проблем с кожей при гриппе и простуде. Рекомендуется кушать продукт хотя бы два раза в неделю. Цинк и медь влияют на углеводный обмен и нормализируют естественную выработку гемоглобина. На заметку! С медицинской точки зрения, спаржа полезна в профилактических целях против аритмии, атеросклероза, гипертонии, мочекаменных заболеваний и многих других. О вредителях Фасоль, культура, растить которую проще всего. При этом нередко урожай подвергается атаке вредителей, которые сводят все старания к нолю. Самыми опасными вредителями культуры считаются фасолевая зерновка. Место обитания насекомого – южные регионы с теплым климатом. Вредитель небольших размеров от 2 до 5 мм, черного цвета, с желтовато-серыми волосками на спинке. Форма тела жуков округлая. Вредитель теплолюбивый, без питания способен выживать около 3 месяцев. Летнее время – период для откладывания яиц. Гибни при наступлении холодов. Фасолевая зерновка насекомой проникает внутрь созревших бобов и откладывает там яйца, портя урожай. Примерно в течение трех недель вылупившиеся личинки превращаются в куколок и улетают. Бобы, которые повредила зерновка, нельзя использовать для питания или посева. Чтобы предотвратить появление насекомых, нужно собранный урожай содержать в прохладном месте, сажать семя, не тронутая зерновкой. Обработать зараженный урожай метафосом или децесом. Опрыскивание проводится до появления активного цвета и через 10 дней после первой обработки собирать урожай до того, как фасоль растрескается. Ростковая муха. Длина вредителя 5 мм. Окрас серый, с тремя темными полосками на спине. Больше всего вредит муха высеянному материалу. Отложенные в увлажненную почву яйца становятся личинками в течение 9 суток. Личинки, начиная искать пищу, съедают посеянную фасоль, не давая прорасти. В результате посев гибнет, не давая сходов. Для мухи лучшим местом обитания считается прохладная пора года. Ростковая муха. Избежать ростковой мухи можно, хорошо обрабатывая землю, прежде чем высадить семя. Участок перед посадкой нужно убрать от сорняков и других растительных остатков, сажать семя как можно раньше. Рекомендуется высадка в начале мая, удобрять почву осенью, хорошо смешивая ее с грунтом, семя для посадки предварительно вымочить. В растворе, стимулирующем рост. Слизняки. Представляет собой червеобразного моллюска, длина которого может достигать 7 сантиметров. Выделяет слизь, с помощью которой двигается, оставляет характерный слизистый след на земле и листве. Ночной вредитель прячется от солнечных лучей в сырых укрытиях, питается листиками и молодым урожаем фасоли. Для борьбы со слизнями использует суперфосфат и золу. Также помогает мульчирование крапивы и хно отпугнуть вредителя. Поскольку фасоль нетребовательна в содержании, достаточно придерживаться минимальных правил рекомендаций, чтобы получать обильные урожаи полезного и необходимого организму продукта. 00 VOT ARTICLE RATING Субтитры создавал DimaTorzok